Фонд сельскохозяйственных субсидий на текущий год будет увеличен на 600 миллионов леев. Такое обещание дал премьер-министр Дарин Ричан во время беседы с аграриями районов Лешт. В то же время фермеры могут воспользоваться отсрочкой уплаты НДС, чтобы иметь возможность покрыть расходы. Чиновник также заявил, что власти планируют увеличить площадь орошаемых земель, а для борьбы с засухой засадят лесом 10 тысяч гектаров. На встрече с главой Кабмина фермеры из районов Лешт попросили увеличить фонд субсидирования. Аграрии сетуют, что не могут справиться с возросшими расходами и выплачивать кредиты. В таких тяжелых условиях остаться с шестью-семью миллионами леев убытков. На данный момент нам не на что начинать весенние работы. Банки от нас устали и у них нет возможности выдать нам кредит. Они установили лимит, вся техника под залогом. Земли все под залогом. Даже если урожай будет 5 тонн, нам не удастся расплатиться с банками и предприятиями. Фермеры также обратились к премьеру с просьбой отсрочить уплату НДС. Мы будем искать возможности, но это означает, что правительство должно найти, занять. И мы поговорим с представителями Министерства финансов и посмотрим, в какой степени мы можем занять, чтобы профинансировать, если вы не будете выплачивать налог и мы отложим выплаты за этот период. Ведь нужно выплачивать заработную плату медикам и учителям. Другие фермеры сжаловались премьер-министру, что им приходится продавать свой урожай по очень низким ценам из-за недобросовестной конкуренции. Конкуренция на рынке большая, но она несправедливая. В американском стиле – монополистическая. Мы, фермеры, страдаем, так как отдаем пшеницу ниже себестоимости. Но хлеба для населения не становится меньше. В разгар сельхозсезона импортируют черешню. Качество ее сомнительное. Арбузы в Молдову ввозят по одному лею за килограмм, себестоимость которого намного выше. Неужели нет контролирующего органа? Леса вырубили, пруды высохли. Сдали их в аренду, кто-то зарабатывает деньги. В подземные воды уходят запасы, которые мы должны были использовать для орошения. Испаряются, и мы хотим урожая. Я работаю в сельском хозяйстве с 79-го года. Такого бардака, как сейчас, не было. Аграрии подняли и тему нехватки рабочей силы и кадров в сфере сельского хозяйства. Большинство трудоспособных мужчин в Германии, Франции и России. А в селе никого не осталось. Ко мне приезжают из соседних сел и городов. Унгень, Фелешть. Утром привозим, вечером отвозим домой. Водители тоже оттуда. Охрана тоже оттуда. В селе нет. Есть несколько вещей. Вместе с вице-премьером Боли мы вынесем их решение на первый план. Это не последнее заседание, на котором мы встречаемся. В следующий раз я приеду и доложу вам, что мы сделали и чего не сделали из этого списка. Уточняем, что до заявления Ричанов фонд субсидирования сельскохозяйственных производителей на этот год составлял полтора миллиарда леев. Теперь его планируют увеличить на 40%. Ранее аграрии требовали увеличить сумму до 3 миллиардов, а также привлечь внешние средства.